В Батирекском сельском округе Алматинской области готовятся к весенним паводкам, которые грозят зданию местного Акимата. Вот оно, уже несколько лет. Местная администрация буквально терпит бедствие. Там протекает крыша и отламывается штукатурка. Из-за непроходящей сырости стены внутри обросли болезнетворным грибком. Плесень повсюду, в коридорах, в зале заседания и даже в кабинете Акима. Айнаш Андерес выясняла, почему чиновники по-прежнему работают в аварийном здании. Рабочий день Елены Коваленко начинается в 6 часов утра. Прихода остальных сотрудников нужно успеть вытереть скопившиеся за ночь лужи и растопить печь. Женщина – уборщица в Акимате Батирекского сельского округа, что в нескольких километрах от Алматы. Вот уже несколько лет здание находится в аварийном состоянии. Стены покрыты плесенью, течет крыша и отваливается штукатурка. Но, несмотря на это, люди здесь работают и продолжают принимать жителей. Крыша бежит и постоянно здесь вода стоит в помещении. Постоянно коридоры, кабинеты, везде бежит. А это Акиматовский конференц-зал. Но он почти всегда пустует. Здесь невыносимая сырость. О том, что в помещении находиться опасно, признали даже в местной санэпидемстанции. Однако сами сотрудники поселковой администрации открыто жаловаться на условия труда побаиваются. Зато за чиновников готовы заступиться местные жители. Течет все. И то, смотри на голову, это какая-нибудь плита обвалится. У них как весна, эти пленку подвешивает, капает, прям льется с ручьем. В вышестоящем районном Акимате поясняют, отремонтировать здание в ближайшее время не получится. Это все не решается так сразу. Мы написали запрос в областной Акимат, чтобы выделили деньги на капремонт здания и на составление ПСД. Пока ждем ответа. Переселять коллег в другое место в рай Акимате пока не планируют. Говорят, здание крепкое и еще простоит. Не один десяток лет. Тем временем обитатели аварийного Акимата готовятся к новым весенним потопам. Чиновники запасаются полиэтиленовой пленкой и пластиковыми тазиками. Айнаш Ондерис, Шукрат Акчурин, 7 канал, Алматинская область.